Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня у нас в гостях лидер Хакасских профсоюзов Евгения Ольховская. Добрый день, Евгения. Здравствуйте. А на повестке дня тема, которая уже несколько дней активно муссируется в федеральных СМИ. Дело в том, что Московская прокуратура попросила в суд ликвидировать межрегиональную общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ», которая имеет самостоятельный офис в Хакассии, якобы. Соответственно, в эту организацию входят и журналисты нашей республики. Евгения Васильевна, расскажите, пожалуйста, что вам об этом известно? Правда ли это? Так же, как и вы. О наличии этой организации я узнала из СМИ. В Хакассии есть профсоюзы, которые защищают интересы работников средств массовой информации. Это профсоюз работников культуры. Он относится к Федерации независимых профсоюзов и никаким образом в ликвидируемую организацию он отношений к ликвидируемой организации не имеет. Что хотелось бы сказать. В целом, профсоюзы – это очень важная и нужная вещь. Право на объединение закреплено у нас в том числе и статьей 30 Конституции Российской Федерации. Однако, зачастую этим правом пользуются недобросовестные люди и создают альтернативные профсоюзы не с целью защиты прав трудящихся, а с целью расшатывания обстановки, с целью усугубления каких-то ситуаций. То есть, по сути, наличие вот этого профсоюза в республике, его пользу, я так понимаю, не почувствовал никто. Потому что никто не защищал права трудящихся, никто не ходил в суды, в прокуратуру, в трудоинспекцию, никто не восстанавливал нарушенное право, а организация занималась только тем, что писала какие-то гневные, возможно, обращения, либо просто усугубляла какой-то конкретный вопрос, какую-то конкретную ситуацию. Мы, конечно, против этого. И в этом вопросе однозначно поддерживаем прокуратуру, когда недобросовестные альтернативные профсоюзы у нас подлежат ликвидации. В целом, вы знаете, государство у нас взялось за политику наведения порядка в некоммерческих организациях. И я так понимаю, что вот эти требования, в том числе и прокурорские, они основаны в том числе на несоответствии работы вот этого альтернативного профсоюза, закону о профсоюзах. Потому как в законе о профсоюзах есть достаточно четкие требования. Это и наличие работников. Я не слышала, чтобы кто-то из журналистов в республике Хакасия, состоя в трудовых правах в разных организациях, объединялся в какой-то объединенный профсоюз. То есть это достаточно сложно и по закону не положено. Между тем, вот эти альтернативные профсоюзы работников СМИ, он у нас отражается в информации как региональное отделение. То есть имеет конкретные ячейки в разных регионах. В Томской области, насколько мне известно, Хакасия, да, в Сибирском федеральном округе. Так вот, на деле же никакого профсоюза в республике Хакасия альтернативного нет. Имеется только профсоюз работников культуры, в который входят у нас работники СМИ. И вот этот профсоюз никакая прокуратура не ликвидирует. Что еще хотелось сказать? Насколько мне известно, вот в этот альтернативный профсоюз, может быть я, конечно, ошибаюсь, входит в том числе небезызвестный в республике господин Апанасьев. Он, насколько мне известно, в трудовых правах, в отношениях ни с кем не состоит, ни с каким официальным агентством занимается, так скажем. Фрилансом, да, закон о СМИ это в принципе допускает, но закон о профсоюзах как раз не допускает наличие члена профсоюза, который не состоит в трудовых правах с какой-то конкретной организацией. А у каких-либо других участников этого профсоюза вам ничего не известно, да? Я полагаю, что раз в республике Хакасия такая ситуация, я думаю, что и в других регионах она аналогичная. Для того, чтобы в Москве был создан этот профсоюз, видимо, потребовались какие-то региональные организации, и кто-то, какие-то люди согласились в этом участвовать. Но это не значит, что это профсоюз. Я имею в виду, из республиканских журналистов вы больше не знаете тех, кто мог бы состоять в этом, либо состоит в интернативном образе? Смотрите, возможно, их там несколько. Нет, я не знаю, кто это конкретные люди. Я и не уверена насчет господина Фанасьева, возможно, я тоже ошибаюсь. Но, насколько мне известно, у нас достаточно короткий перечень организаций, которые занимаются СМИ в республике. И вот из всех этих организаций только в РТС у нас есть первичная профсоюзная организация, которая официально зарегистрирована, находит в состав профсоюза культуры. И вот как раз работники РТС у нас в этот альтернативный профсоюз не входят. Мы знаем это точно.